Последняя суббота месяца – это значит самое время взять свои запасы и сделать большое и нужное дело. Несмотря на мороз, людей пришло много. Пластик, металл, стекло, бумага, старые вещи – лишь малая часть того, что можно утилизировать экологично. Барнаульцы идею поддерживают, привозят много. Накопившийся мусор помогают сортировать волонтеры. Для каждой категории вторсырья здесь свое место приема. ЛДПС? Да, да, да. А к пятерками? К той стороне к пятеркам. В разных районах города развернули несколько мобильных точек. Стационарная, самая большая, традиционно возле Трансмаша. Здесь трудится большая часть волонтеров. Всего в акции их участвует порядка 40 человек. На каждой коробке по одному человеку очень много мусора привозят, очень много сортируем. Ну а так на точке около человек 20 работает, чтобы всем помочь и все рассортировать. Причем приносить можно не только отходные материалы, но и поношенные вещи, текстиль. Исключение сумки, кожа кожзам, брезент, обувь и нижнее белье. Собранную ветошь организаторы акции направят на переработку в Новосибирск. Происходит разволокнение, сортировка в Новосибирске предварительная. Они примерно отделяют по составу и из-за вот этого критерия отправляют в разные места уже. Могут делать повторно одежду, но это очень-очень-очень крайне редко. И скорее всего даже не в России. В России в основном делают матрасы, наполнители для матрасов, а также вот эти вот половые тряпки и обтирочную ветошь. По словам организаторов, в последние годы количество участников заметно выросло до 2000 человек. Причем принимают участие семьями, приучая к заботе о чистоте даже самых маленьких. Наш город, наша страна, наша земля, планета, это наш дом. И поэтому необходимо вот такое бережливое отношение. И соответственно все, что можно вторично переработать, необходимо за этим и следить, и задавать, и перерабатывать. Разделяем дома по мешочкам, по пакетикам. Ну и хочу, чтобы был чистый город у нас, чтобы дети наши росли, внуки. Я своих маленьких 2 и 3 года уже приучаю. Он идет и говорит, баба, бутылки валяются. Очень обидно, очень досадно, что это не поддерживается, мало поддерживается, ну, с точки зрения администрации города. Вот, в новых домах, которые строятся, очень мало мест, где можно сдать это постоянно. То есть мы вынуждены это все хранить. За два месяца накапливается очень много. И это, ну, для кого-то может быть стать проблемой. Напомним, в Барнауле акция проходит каждую последнюю субботу месяца. Кроме апреля и декабря сдвигается из-за праздников. В планах развернуть пункты приема и в Новоалтайске. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.